Вместо моста тоннель предлагают построить иностранные специалисты. Речь идет о переправе через Керченский пролив. Почему отказались от идеи строительства моста, а также об увеличении наказания за оборот спайсов и распространение вируса Эбола в обзорном материале программы. До 8 лет тюрьмы за распространение спайсов. С инициативой такого наказания выступил Владимир Путин. Президент страны внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий уголовную ответственность за оборот курительных смесей. Согласно ему, за распространение спайсов предполагается штраф в размере 30 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет. Если данное преступление совершено группой лиц с причинением тяжкого вреда здоровью, штраф увеличивается до 200 тысяч и вводится принудительной работой до 5 лет. Если человек, которому были проданы наркотики, умер, то наказание для виновных может возрасти до 8 лет лишения свободы. Кроме того, согласно поправкам, служба наркоконтроля уполномочена будет ввести реестр опасных веществ. Отказаться от заграничных поездок предлагает Роспотребнадзор России. Такое заявление связано с угрозой заражения лихорадкой Эбола. По словам представителей контролирующего органа, в настоящее время в мире сохраняется нестабильная ситуация по инфекционным заболеваниям. Между тем, глава ведомства Анна Попова заявила, что в России нет заболевших вирусом Эбола и посоветовала жителям страны тщательнее мыть руки, чтобы не стать жертвой инфекционных заболеваний. Строить мост через Керченский пролив опасно. Из-за неблагоприятных погодных условий российские власти могут отказаться от идеи возведения мостового перехода до полуострова. По словам специалистов, минимум месяц в году мост не будет работать из-за штормов и ледяных дождей в зимнее время. Вместо него иностранные компании предлагают построить модульный гибкий туннель верхнего залегания в песчаных грунтах. Обойдется он всего в 60-80 миллиардов рублей. Между тем, как стоимость проекта моста должна составить около 230 миллиардов рублей.